В Екатеринбурге члены русской общины и силовики разгромили уличный рынок мигрантов. В это время прохожие разбирали их фрукты. В Бишкеке час дня. Меня зовут Джебек Бегалеева. Здравствуйте. В Екатеринбурге силовики при помощи членов националистической организации задержали мигрантов, которые торговали фруктами и овощами. После этого дружинники из русской общины разрешили прохожим забрать их товар из прилавков. Желающих получить фрукты и овощи бесплатно оказалось немало. За мигрантов вступили журналисты и бабушки, которые неподалеку продавали цветы. Кадры мародерства опубликовали местные паблики. Телок надо угостить, понял? Да, меня. А позже почему? Почему? Вы сказали, что можно взять просто так. Разрешили пенсионера? А кто же, красавчик? Сказали, что продавец убежал и не хочет. Кто разрешил? А кто разрешил? В армии или еще как-то, может, на воинский учет стать. Значит, он, получается, нелегально. А кто разрешил-то? Народные души. Региональный портал 66.ру пишет, что все это время рядом с прилавками стояли полицейские, которые не вмешивались в происходящее. Одна из женщин, которая набирала фрукты в пакеты, заявила, что она не рискнула бы этого делать, если бы не разрешение со стороны активистов русской общины. Она сказала, что не планирует оставлять деньги, так как, цитирую, продавцы работали нелегально. Журналисты другого портала Е1 пишут, что люди забирали фрукты и овощи целыми ящиками. При этом товары от мародеров пытались защитить бабушки, которые рядом продавали цветы. Спустя время им на помощь пришел местный житель. Он перенес в машину хозяина, оставшиеся без присмотра арбуза и дыни, пока продавец общался с полицией. По данным полицейских, слова которых приводят журналисты 66.ру, в ходе скандального рейда они задержали девятерых продавцов. Среди них оказался только один нелегал. Остальные нарушили закон о торговле. Сами мигранты в разговоре с корреспондентом 66.ру после того, как их отпустили из автобуса, сказали, что нормально относятся к таким проверкам. По словам замглавы железнодорожного района Екатеринбурга Дмитрия Погорелова, такие рейды будут проходить чаще. В администрацию района неоднократно поступают жалобы жителей на незаконную торговлю, развалы, антисанитария. И, соответственно, сегодня мы проводим совместный рейд с правоохранительными органами, с военкоматом, с Роспотребнадзором, с налоговой инспекцией для того, чтобы пресекать данные правонарушения. То есть на всех составлены протоколы. Сейчас рассматриваем вопрос по изъятию, скажем так, орудий преступления. Среди таджикистанцев, которых выслали из России, не выявили причастных к экстремизму. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра внутренних дел Таджикистана Абдурахмон Аламшо-Зада. Его слова передает ТАСС. Проверяли мигрантов из России по возвращению на родину в Министерстве внутренних дел Таджикистана. Отвечая на вопрос журналистов, агентство Аламшо-Зада заявил, что ни одного факта совершения ими преступлений террористического или экстремистского характера не было зарегистрировано. Ранее в Министерстве труда Таджикистана сообщали, что в первые шесть месяцев этого года из России выдворили более 17 тысяч граждан страны. Это больше, чем за весь 2023 год, когда из России выдворили 11 тысяч человек. По словам главы Минтруда Гульнору Хасанзаде, в основном таджикистанцев выдворяют за несоблюдение режима въезда в страну, нарушение сроков пребывания. Часть граждан получает отказ во въезде в Россию из-за того, что срок запрета на въезд мигранта с прошлой депортации еще не истек. Путин подписал закон, который лишает мигрантов в России базовых политических прав и устанавливает административный надзор за ними со стороны полиции. Силовики могут произвольно входить к ним в дома, проверять в любое время. Иностранцы при этом должны следовать государственной идеологии о так называемой борьбе с нацизмом, фальсификации истории и так далее. Российские пограничники смогут не пускать иностранцев, если будет выявлен риск возможного создания угрозы безопасности государства. Законом вводятся дополнительные меры по обеспечению национальной безопасности в сфере миграции. В частности, сокращается срок временного пребывания без вызовов иностранных граждан. Определены требования к проведению в поведении находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан. Введем режим высылки в отношении лиц, не имеющих законных оснований для нахождения в Российской Федерации. Предусмотрено введение реестра контролируемых лиц с установлением их правового статуса. Помещенные в такой реестр мигранта лишатся большинства самых простых прав. Они не смогут приобрести недвижимость, машины, водить, открывать счета и переводить деньги, заключать брак, выезжать за пределы населенного пункта. Эти и еще целый ряд ограничений вступят в силу через 6 месяцев после официального опубликования закона. А вот положение о сокращении безвизового пребывания начнет действовать уже с начала следующего года. Если вы смотрите нас в Ютубе или в Фейсбуке и при этом не находитесь в России, Белоруссии или на оккупированных территориях Украины, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал «Настоящее время Азия». Так вы поможете нам распространить это видео, чтобы его смогли увидеть гораздо больше зрителей. В казахстанском семье задержали активиста на слушаниях по АЭС. Ильдос Аддос Жанова вывели из зала в разговор обсуждение возможного строительства атомной электростанции в стране. По какой причине вы его задержали? Причина задержания. Причина задержания. Вы почему вы меня не упускаете? Не мешаете работать? Дайте я выйду. Ильдос Досанов – казахстанский активист, который поднимает разные общественно-политические вопросы. Как пишет Азатык, его уже однажды задерживали после анонимного доноса. На этот раз в полиции заявили, что Досанов не подчинился требованиям представителя власти. Совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 489-й Кодекса Республики Казахстана об административных правонарушениях. В целях составления протокола об административном правонарушении в добровольном порядке было предложено проехать для составления протокола в здание органов внутренних дел, а именно в Затонский отдел полиции. Однако данный гражданин на законные требования сотрудников органов внутренних дел не подчиняется. Публичные обсуждения по теме возможного строительства атомной электростанции в Казахстане сейчас проходят по всей стране. Осенью президент Укаев планирует провести референдум, во время которого казахстанцы должны ответить, хотят ли они, чтобы в стране возвели атомную электростанцию. Строить ее предлагают на берегу озера Балхаш, где находится поселок Улькен в Алматинской области. Власти обещают, что окончательное слово будет за население. Экс-главу МВД Казахстана Ярлана Тургумбаева приговорили к пяти годам условно по делу о превышении полномочий во время январских событий. Дело поступило в суд под грифом «секретно», поэтому процесс проходил в закрытом режиме. Бывшему чиновнику запретили занимать определенные должности в течение 10 лет, а на имя президента внесут представление о лишении Тургумбаева специального звания и государственных наград. Изначально прокуратура запрашивала для Тургумбаева пять лет лишения свободы, однако суд предпочел дать бывшему главе МВД условный срок. Поскольку Тургумбаеву предъявлено обвинение без признаков коррупционного преступления, на основании статьи 63 Уголовного кодекса постановлено считать назначенное наказание условным. Суд при этом учел признание вины осужденным, его чистосердечное раскаяние и совершение преступления впервые. Через месяц после январских событий президент Казахстана Касым Жомар Тукаев уволил Тургумбаева с должности главы Министерства внутренних дел и назначил его своим помощником. А затем чиновник стал советником региональной антитеррористической структуры ШОС. В марте в Генеральной прокуратуре сообщили о том, что Тургумбаева вызвали на допрос. В назорном органе на тот момент расследовали дела в отношении нескольких сотрудников силовых органов, которых обвиняли в том, что они не обеспечили правопорядок и безопасность во время январских событий, а также применяли пытки к гражданам. При этом не указывалось, в каком статусе находился Тургумбаев, проходил ли он свидетелем или подозреваемым. В апреле стало известно о его задержании. Генпрокуратура не раскрыла подробности дела, отметив, что в нем имеются сведения, составляющие государственные секреты. И это были главные новости к этому часу. Больше новостей из Центральной Азии в нашей вечерней программе с Шавкатом Тургаевым. Смотрите наши выпуски в социальных сетях, Ютьюбе и Фейсбуке, ставьте лайки, так их увидят гораздо больше людей. А еще больше интересных видео, репортажей и фильмов вы сможете найти на нашем сайте currenttime.tv. Всего доброго!